доброго времени суток в этом видео вы увидите как можно сделать цветочки для изготовления цветов нам понадобится фетр кожзам фоамиран цвет бабочек подобрать материал можно свое усмотрение сами бабочки ссылку на видео оставлю в описании нитки в тон материала иголка зажигалка скотч исчезающий маркер ножницы нитки мулине или ирис готовая продублированная страничка двунитка или плотная бязь светлого цвета по размеру странички люверсы и блочки дракол установщик люверсов молоток фурнитура рамка ленточка бусины шнурок резинка от 1 до 2 миллиметров в зависимости какой диаметр отверстие в бусине клеевой пистолет железная линейка ножницы с закругленным концом прижимной фиксатор на ваше усмотрение можно использовать сережки бабочки гвоздики швейная машина выкройки цветов для того чтобы изготовить цветы нам необходимы выкройки у меня представлены здесь 6 цветочков здесь 8 цветочков здесь размер цветочков у меня больше здесь меньше ссылку на данной цветочки оставлю в описании к видео из этих цветочков мы вырезаем с вами выкройки а из выкроек мы уже вырезаем при помощи фетра скотча и закругленных ножниц наши цветочки оранжевого цвета у меня цветочек виде подсолнуха сначала я пришила ствол с лепесточком нашего цветочка и после этого приложила наш цветочек он сделан из кожи зама оранжевого цвета и после этого я пришила липучку с крючками страничку взяли мы полностью готовую продублерин у меня здесь два слоя дублерина так как у нас магазине нету плотного дублерина и сзади у нас с вами подложена двунитка следующий цветочек я сделала на швейной машинке строчки синего цвета сначала на фетре после этого я пришила стебелек с листочком и пристрочила на машинке по контуру наш голубой цветок здесь у нас с в голубом кнопочка в оранжевом у нас липучка следующий цветок я вырезала также стебель и пришила его следующее что нам нужно будет делать это решить при помощи лапки для пришивания пуговиц ленточку на которой у нас будет одета с вами бабочка и ребенок сможет завязывать бантик как это сделать я вам сейчас покажу для пришивания рамки рамочку мы взяли из фурнитуры для галстуков использовать будем лапку для пришивания пуговиц нитки мы одеваем тон нашего цветочка у нас здесь с вами зеленый значит мы нитки одеваем зеленого цвета включаем швейную машинку и устанавливаем параметры строчку под номером 7 это у нас с вами зигзаг длину зигзага мы с вами устанавливаем два с половиной и 0 8 скорость минимальная ширину зигзага мы с вами установили два с половиной миллиметра так как здесь вот наши вот это вот высота самой рамки приблизительно два с половиной миллиметра если у вас рамка здесь больше значит вы устанавливаете показатель большую сторону после этого мы должны будем с вами одеть нашу ленточку я это уже сделала заранее и теперь будем пришивать смотрим так чтобы наш ствол был закрыт сначала мы проверяем попадает ли наша иголочка на саму рамку или нет если не попадает то мы можем шить при этом как бы немного подтягивая нашу ткань куда немного прошили мы ленточку заводим назад и продолжаем шить и продолжаем шить теперь мы все сделаем тоже самое только уже назад подтягиваем нашу ленточку вперед и одна часть рамки нас с вами пришита теперь мы будем делать то же самое со второй у нас с вами пришита ленточка двигается вправо-влево для большей надежности я вывела ниточки на изнаночную сторону и теперь будем фиксировать их горячим клеем и линеечкой так наши ниточки не распустятся теперь обрезаем нитки теперь нам необходимо с вами взять иголочку надеть ленточку и теперь делаем бабочку сначала теперь бусина связываем узелок нужно обрезать и зажигалочку опалить будьте осторожно горячим теперь нужно потянуть сильно чтобы наши ленточки выскочили и теперь приблизительно на сантиметр нужно отрезать дальше чтобы у нас с вами получился усинок у нас бусинок борьба Вяжем узелок, стараемся его так, чтобы он был поближе к концу, вяжем лишнее и отпаиваем. Теперь можно завязывать, учиться бантики. Вот такая вот страничка с бабочками получилась. Что можно сделать на этой страничке, я покажу в следующем видео. Теперь наша бабочка может просто полетать. Если эти две бабочки у нас с вами снимаются, то эта бабочка у нас уже может полетать и опять сесть на цветочек. Теперь я вам покажу, что можно сделать со второй страничкой. На второй страничке у нас с вами будет четыре цветочка, так как у нас всего семь бабочек. Первый цветочек у меня сделан. Сначала пришиты стебелек с листочками. Оно сделано из кожзама. Затем я вырезала из фетра цветочек. На него нашила на серединку кнопочку пришивную и после этого сделала французские узелки. На ощупь ребеночек может потрогать, очень такое необычное ощущение. После этого я уже пришила сам цветочек по контуру. Следующее, что я сделала, это я пришила стебелечек с листочками тюльпану. Затем я пришила из фетра саму основу тюльпана. В тюльпан я установила люверсы. Люверсы у нас с обратной стороны с блочками. В эти люверсы я вставила резиночку. Затем я одела бусину. После бусины я вставила резиночку обратно в это же отверстие. Отсюда я достала, одела бусину. Затем я вставила опять резиночку вовнутрь. Пропустила рочек резиночку в третье отверстие. Одела бусину и уже последнюю вставила в последний люверс. У нас получились вот такие вот три перетяжки. Вернее перетяжка одна, три элемента. После этого нам нужно с вами завязать узелок. Узелок вяжем так, чтобы у нас получилось довольно-таки плотно, чтобы оно не могло развязаться. После того, как мы с вами завязали, нам нужно соединить наши кончики вместе. Будьте осторожны, горячо. Следующее, что нам необходимо сделать это зафиксировать горячим клеем по кругу. Будьте осторожны, очень-очень горячо. Клей немного подстыл. Можно крутить. Это мы делаем для того, чтобы узелок на перетяжке не выходил наружу. Так, можно попробовать. Все работает. Теперь нам необходима вторая деталька тюльпана. На нее нашиваем липучку с микро крючками. И теперь будем пришивать ее не до конца. А вот до сюда. Мы начнем отсюда шить. Прошьем до сюда. И закончим вот здесь. Так у нас с вами получится тюльпан, на который сможет садиться красная бабочка. Для большей надежности я также зафиксировала еще горячим клеем для того, чтобы наш узелок точно не проскочил в отверстия в люверсах. Все цветочки я пришиваю. Строчка у меня по середине. Стежок 2,6 мм. Минимальная скорость. Направление иглы по середине. Также я использую лапку открытую. Можно также использовать лапку для пришивания потайной молнии. Натяжение нити у меня 4. Не забываем иголочку оставлять в изделии. Я ориентируюсь на часть вот этой лапки, чтобы она шла вдоль контура нашего цветочка. Вот такой вот тюльпан получился. Ниточки я вывела на изнаночную сторону и зафиксировала горячим клеем. Следующее, это мы будем с вами делать колокольчик. Колокольчики я сначала пришила. Стебелек вместе с листочками. Пришила вот эту вот часть у колокольчика. Следующее, что мы с вами делаем, это берем бусинки. У меня их будет 3. Вот такие вот интересные переливаются. Завязываем узелки на кончиках и фиксируем их горячим клеем. Теперь нам необходимо зафиксировать бусинки. У меня одна длинная и две покороче. Покороче, которую мы делаем по бокам. А длинная у нас будет по серединке. Теперь остается прошить на швейной машинке. Шить мы будем с вами вот отсюда до сюда. Итак, для того, чтобы наши бусины держались на резиночке, я их зафиксировала горячим клеем. Ниточку я поменяла на цвет нашего колокольчика. На стройке у нас строчка нулевая по середине. Скорость минимальная. Ширина стежка 2,6 либо 2,8 на ваше усмотрение. Натяжение нити от 3 до 4. Когда я шью, я ориентируюсь на вот эту вот часть лапки. Иголочку не забываем вставлять в изделие. Скорость у нас минимальная. Бусины у нас с вами пришиты. После этого мы берем с вами бабочку. При помощи ручки либо простого карандаша делаем отметки. И на этом месте устанавливаем люверсы. После того, как установили люверсы, мы продеваем с вами шнурочек. На конец шнурочка фиксируем ниточку. После этого мы в левую часть бабочки вставляем иголочку. И потянув за ниточку, мы продеваем наш шнурочек. После этого берем фиксатор. И в левую сторону фиксатора мы также будем протягивать наш шнурочек. Со второй стороной мы сделаем то же самое. Фиксатор мы с вами закрепляем. Теперь мы обрезаем нашу ниточку. Теперь нам необходимо сделать одинаковые кончики. Так, кончики мы с вами одинаковые. Теперь мы завязываем на концах узелочки. Узелки готовы. Вот такая вот бабочка летающая. Она с вами получилась. Она может проходить вверх, вниз, вперед и назад. Также здесь можно учиться завязывать бантик. Вот такая вот бабочка получилась. Следующее, что мы с вами делаем, это делаем цветочек для синей бабочки. У нас здесь с вами шесть элементов, пять лепесточков и одна серединка. Перед тем, как пришить ее к страничке, фиктируем лепесточки цветочков по кругу. После этого пристрачиваем в тон цвета нашего фетра ниточками на швейной машинке. После этого, когда у нас с вами все пришито, мы можем удалить наметку. Наметку распороли. Следующее, что мы делаем, это мы пришиваем нижний лепесток. После того, как пришили лепесток, устанавливаем люверсы. Для этого мы берем с вами бабочку и делаем наметки при помощи простого карандаша либо ручки. Люверсы у нас с вами установлены. Следующее, что нам нужно будет сделать, это посадить вот такую вот бабочку под лепесточек цветочка. Так, намечаем приблизительно вот здесь. Думаю, будет спрятано. Теперь берем иголку толстую и делаем отверстие для того, чтобы сережка с гвоздиком прошла. Так, прошла она у нас. И теперь загибаем. Такая вот у нас здесь бабочка будет прятаться. Для того, чтобы у нас это все хорошо держалось, мы это зафиксируем горячим клеем. Теперь наша папочка зафиксирована и ребеночек не сможет ее достать. Далее нам нужны две бусины. У меня это бабочки. Одна золотистая, вторая серебристая. И шляпный шнурок. У меня это серебристого цвета. Следую. Следующее, что мы делаем, это мы вставляем резинку. Затем мы надеваем в левую сторону бабочки шнурок. После этого мы надеваем бабочку. Затем опять в левую часть люверса на бабочки и в левую часть цветки. Затем мы достаем, вставляем в правый люверс. Продеваем через бабочку в правый люверс. Надеваем бусину. Опять в правую часть люверса в бабочки и в правую часть люверса в цветочки. Теперь мы с вами завязываем узелок. Узелок завязан. Следующее, что мы с вами делаем, это мы завяжем еще один узелок. Так, узелки завязаны. Теперь мы натягиваем бабочки. Берем горячий клей и будем фиксировать. Берем линеечку. Так наша резиночка не выйдет на лицевую сторону вместе с узелками. Вот так у нас это выглядит. Теперь я еще зафиксирую сами кончики для большей надежности. Такая вот бабочка у нас получилась. Для того, чтобы она у нас не двигалась, мы ее можем зафиксировать. Вот такие вот две странички получились. На них мы изучаем с вами цвета. Цвет радуги. Учимся завязывать. Учимся перетягивать. Учимся фиксировать. Изучаем кнопки. Развиваем моторику рук. Надеюсь, моя идея вам понравилась. Не будьте слишком строги. Хочется немножко позитива. Ставим лайк и подписываемся на канал. Всем творческих идей. Хорошего настроения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.